ПЕСНЯ Будем читать, дорогие мои, текст из послания апостола Павла Колоцкой Церкви, 2 глава, 11-13 стихи. Апостол Павел пишет Колосянам так. «В нем, во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». «В нем мы были погребены в крещении, в нем и совоскресли». Так апостол Павел описывает отношение ко Христу, вот эту идею, которую он очень часто повторяет в своих посланиях, в своих проповедях повторял, то, что мы с вами находимся во Христе, мы связаны с Ним, мы едины становимся с Ним, и только через Него мы получаем и обретаем абсолютно все. И вот здесь, в этом тексте, Павел обращает внимание на крещение, водное крещение, которое становится знаком, указанием на то, что, как он пишет, мы погребены с Ним в крещении, с Иисусом мы погребены в крещении. Знаете, вот этот знак, это действие, которое сегодня совершается, водное крещение, это очень многосмысловое действие. Казалось бы, очень простая вещь. Человек погружается в воду и выходит из воды. Но за этим внешним знаком стоит духовная реальность. Если это совершается по Слову Божьему, если это совершается Церковью, если это совершается как выполнение той заповеди, которую Господь оставил. Мы погребены с Ним. Вот эта идея того, что водное крещение, есть указание на смерть и на воскресение, это очень значимое указание. Это очень важное действие, которое мы совершаем. Мы внешним образом, погружаясь в воду и выходя из воды, подтверждаем некое духовное состояние. Мы умираем со Христом, и мы поднимаемся вместе с Ним. То есть, вот то, что происходит в духовном мире, это описывается такими терминами, как смерть и воскресение. Мы поем, и сегодня еще будем петь, мы у брега погребения, у могилы водяной. У брега погребения. То есть, вот эта вода, которая перед нами, это знак погребения. Погребение чего? Погребение всей нашей прошлой жизни. Кстати, Павел обращает внимание, что это не просто смерть. Он и в другом послании, в послании к римлянам, пишет о том, что, 6 глава римлянам, 4 стих, «Мы погреблись с Ним, с Иисусом, крещением от смерти, дабы как Христос воскреснуть из мертвых, славу отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Павел обращает внимание именно на слово «погребение». Погребение – это действие, которое происходит после смерти. Тогда, когда человек приходит к Богу, обращается к Нему, когда вы покаялись, обратились, как и все или большинство здесь присутствующих, то мы заявили о своей смерти для прошлой жизни, мы заявили о своей смерти для греха, мы сказали «нет» всему тому, что было раньше. И после этого наступает некий период, период, когда мы готовимся к тому, чтобы уже начать новую жизнь, чтобы воскреснуть вместе с Иисусом и идти в обновленной жизнью. Этот период разный. У некоторых от покаяния до крещения бывает несколько дней, у некоторых несколько часов, у некоторых несколько лет. Кстати, в ранней церкви не спешили с крещением. Известно, что многие откладывали крещение, скажем, вот даже самый знаменитый пример, император Константин покаялся, когда был еще совсем молодой, а принял крещение только перед самой смертью, за два дня до смерти. Почему? Потому что он готовился к крещению, он понимал, что после крещения, и, собственно, все тогда понимали так, совершенно ясно и определенно, после крещения нельзя жить старой жизнью. Надо полностью отказаться. Вот образ погребения – это удаление этого мертвого с того мира, в котором мы живем. Вот как физически, когда человек умирает, проходит некоторое время, и его погребают, его или в землю кладут, или где-то скрывают в пещере. Но важно, что он исчезает из этого мира. Вот точно так и в духовной жизни мы с вами тоже должны понимать, что после того, как мы умерли для греха, нам надо оставить абсолютно все старое и начать абсолютно новую жизнь. Конечно, новая жизнь нельзя говорить о том, что она будет абсолютно безгрешная. К сожалению, мы остаемся еще в старой плоти, которая провоцирует грех, которая вызывает часто нас на грех. Но это уже совершенно другое состояние, чем было до смерти и погребения. Это состояние, когда мы обретаем силу для того, чтобы бороться с грехом. Когда для нас грех уже случайность, а не система. Когда мы уже находимся в совершенно новом положении перед Богом. то старое, что было, должно быть погребено, оно должно исчезнуть. Но этого мало, надо воскресение. И вот водяная могила – это не только погребение, это не только окончание, это и начало. Мы восстаем вместе со Христом, как здесь апостол Павел пишет, что мы совоскресли с Ним, мы погребены, все старое удалено, и мы совоскресли с Ним. И вот это совоскресение – это очень важное действие, которое должно произойти в жизни человека после крещения. Мы должны начать активную новую жизнь. Воскреснуть можно только с Ним. Что значит умереть со Христом? Умереть со Христом – это значит, что мы не просто сами отказываемся от своих старых привычек, не просто сами стараемся своими собственными силами стать лучше. Умереть со Христом – это значит, что мы Ему отдаем весь наш старый образ жизни, наш грех. Мы не хотим, мы просим, чтобы Он вмешался в нашу жизнь. Потому что Иисус – это не просто учитель, который рассказал, как надо жить. Иисус умер на кресте для того, чтобы снять с нас грех. Поэтому написано, что в Нем только мы можем умереть по-настоящему. В Нем мы можем быть погребены, как Он был погребен и находился вдали уже от этого мира. Но Он воскрес, и мы в Нем воскресаем. Воскресение начинается уже здесь, на земле. Тогда, когда мы начинаем жить новой жизнью. И это новое должно проявляться, его надо возгревать, о Нем надо заботиться. Это процесс, который в Священном Писании часто называется «путь освящения». Это путь, который начинается уже вполне официально, законно, после крещения, когда мы становимся членами Церкви, когда мы обретаем полные права и ответственность за все свои действия вместе со всеми другими членами Церкви. Мы становимся частью тела Христова. И во Христе мы можем обрести силу для того, чтобы жить новой жизнью. Во Христе мы совоскресаем. И мы ожидаем нового воскресения. Мы ожидаем, что наступит момент, когда мы полностью оставим этот мир, оставим эту плоть и воскреснем для новой жизни. И мы обретем снова жизнь по-настоящему. То есть это будет воскресение именно плоти. И полноценный человек восстанет для того, чтобы жить в новом мире. Мы ждем этого воскресения, мы надеемся, мы просим о том, чтобы Господь скорее пришел и установил Царствие Свое здесь на земле. А пока мы готовим себя к этому Царству. И вот этот процесс подготовки начинается с водного крещения. И водное крещение знаменует, должно оставить очень серьезную отметину, рубец в нашей жизни, который разделяет старое и новое. И дал бы Господь, чтобы вот это произошло и с теми нашими друзьями, которые сегодня принимают водное крещение. И чтобы мы все снова и снова обновили в своем духовном сознании то событие, которое когда-то происходило с большинством присутствующим, когда мы принимали крещение, когда мы не только обещали, но мы и выполнили погребение и восстание для новой жизни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok